Итак, доброго всем времени суток! Приветствую на канале Airzone Game И сегодня у нас будет экскурсия Обзорная экскурсия По новому открывшемуся проекту Который, как вы видите, называется Platinum Данный проект построен на базе Игры Arma 3 LiveRP И находится на Карте Altis Ну и уже, наверное, традиционно Я предлагаю вместе со мной пройтись И посмотрите, что же из себя представляет Этот проект Стоит ли на него заходить или нет Что здесь есть интересненького Ну и давайте не будем терять времени и зайдем Естественно, что первым делом Нас встречает меню входа в игру И карта, по которой можно судить Что карта, конечно же, принадлежит Достаточно древненькой сборочке Но надо отметить, что иконки Хоть и выглядят старыми Они все-таки подверглись какому-то рестайлингу И выглядят более четко И уж не знаю, что с ними сделали И как Но они действительно выглядят Почему-то более четко Чем стандартная такая вот сборка Ну а так Если на первый взгляд визуально То можно заметить, что есть Множество добавленных ресурсов И есть изменения В расположении этих точек Ну, в общем-то, вот На этом пока и все Заходим! Ну и вот Мы в центре кавалы Как вы можете заметить Что точка появления Является как раз Вот на самой площади И точка появления Здесь всегда одна и та же Есть проекты, на которых Точка появления в кавале Но она рандомная Непонятно, где ты появишься В какой момент? Здесь же точка появления Одна и та же Все появляются вот в этом вот месте Ну а что касаемо интерьера Самой площади То вы сейчас все видите Я бы назвал это уже Даже не штамповка И не клон Это уже какое-то клише Из проекта в проект Переходит одна и та же Система Дизайна площади Делится на два сектора Один сектор Назовем его Торгово-развлекательный Где стоят продавцы А другой сектор Это парковочные места Стоит неуместное на самом деле Здание Ну и в общем-то все Вот так вот Нехитростно здесь поступили С самой Кавала И с центром Этого города Таким образом мы видим Что изменений Кавала подверглась Ну скажем так Минимальным Стоят заборы Стоят стандартные киоски Памятник Неуместный домик Да в общем-то и все Хорошо это или плохо Красиво Некрасиво Наверное каждый Решит для себя сам Но вот что интересно Несмотря на то Что изменений В Кавале Очень мало Очень слабый ФПС на этом проекте А вот с чем Связан такой Низкий ФПС Я пока так и не разобрался Ну да ладно Давайте знакомиться дальше И перейдем к карте Чтобы посмотреть Где здесь находятся магазины Какие точки есть И сразу же можно заметить Что магазины раскиданы Ну практически по всей Кавале То есть придется Какое-то количество времени Потратить на то Чтобы их оббежать Хорошо или это плохо Тоже наверное Я не решусь тут сказать В каких-то проектах Мне нравится Когда магазины Разбросаны по городу В каких-то мне не нравится Это наверное все дело Зависит от ситуации Видим что есть Какая-то своя Почтовая служба Она называется Алиэкспресс По-моему да И находится почти Рядом с нефтью Ну вот Месторасположение Достаточно интересное Хочется посмотреть Что это за почтовая служба И почему ее вынесли Так далеко От города Далее проходим Смотрим что есть Киоски Но это не киоск Вернее называется А аппарат с едой Ну посмотрим что здесь В общем-то такой Достаточно стандартный Набор из алкоголя Такие магазины Мне в общем-то Никогда не интересны Если говорить честно То я никогда и не покупал Здесь алкоголь Потому что алкоголь В армии В общем-то Никакой роли не играет Стоит стандартная доска С объявлениями Губернатора Которая переносит Нас В наш планшет Ну и тут мы можем Увидеть цены Такое себе решение Но оно достаточно Тоже древнее Это кстати говоря Еще на первых сборках Армы Всегда стоял Вот эта вот доска Объявлений Которая тебе все равно Переносит В свой же планшет В общем-то Не знаю зачем Их ставят И какой от них толк Честно говоря Тоже такое себе решение Ну а далее банкомат А вот банкоматик Выполнен интересно Ну может быть И не столь красиво Ну по крайней мере Более менее уникально Я вот такой таблички Банкомата Не встречал Цвета тоже Так скажем Ну на любителя Синя-оранжево-белая Ну ярко Хорошо читается В общем-то претензий Особо нету Ну а какое количество Денежков вы видите Это уже Относится вопрос К экономике Которую мы сейчас И тоже посмотрим И пощупаем Ну и начнем Мы с ближайшего Магазина Который к нам Расположен Сразу же бросается В глаза Это хорошо Анимированные боты Вот реально Хорошо анимированные Боты В дальнейшем Я покажу Как здесь Вообще Выполнена анимация Вот этих вот ботов Она заслуживает Уважения Действительно Ну такого я не встречал Был проект Трюлайн Трюлайф По моему назывался Вот там Тоже были красиво Сделаны боты Ну и здесь Тоже это на самом деле Достойно В дальнейшем Мы это еще раз посмотрим Вот по этой ссылочке Можно будет посмотреть Обзор на проект Трюлайф Где тоже были Очень здорово Красиво сделаны боты Продавцы Ну а мы переходим Дальше И смотрим В общем то Вот это подергивание Я встречаю уже Не первый раз Не знаю с чем Это связано То ли это Когда первый раз Заходишь Не прорисовываются Сами модельки Но такое встречается Очень часто Второй раз Когда я заходил Модельки уже дергались Не так Но все равно Дергались кстати А вот тут Мое внимание Привлекла Вот эта вот Скульптура Точно такая же Скульптура Только размерами Раз в 20 больше Стоит на Проекте Тиранос Там она Стоит посреди Площади Агромедная Скульптура Ну и Можно посмотреть Музыкальный Обзор Того проекта Вот по этой ссылке Ну а выглядит Это вот таким вот Образом Сейчас вы видите В левом В верхнем углу А мы пока Продолжаем Следовать дальше По магазинам И следующий Магазин одежды Находится здесь же В общем то Недалеко Вот так вот Он выглядит И вот это вот Развал чемоданов Здесь по моему Ну не особо уместен Ну ладно Навели Антураж Так как навели Кстати вот на том же Проекте Трю лайф Магазин одежды Выполнен действительно Красиво Там Прямо Висят вещи Ну в общем Посмотрите Посылочки Наверное Понравится Смотрим Одежду Одежды Надо сказать Много Много Но ничего такого Из ряда Вон Выходящего Я не нашел Нет Я не говорю Что одежда Плохая Одежды Много И она В общем то Такая Достаточно Стандартная Кое что Я для себя Прикупил Ну вот Какой то Недонехватка Какая то Одежда Так например Здесь есть Рабочие Жилеты Желтый Оранжевый Синий Но нету Касок Как бы Получается Такой Дидо Комплекс Что ли Ну вот Такие Вот Как Что то Надо бы еще Добавить Чтобы был Полный Комплект Я бы вот так Сказал Наверное Есть Шляпы Но сейчас Вы это все Конечно же Увидите Есть шляпы Но опять Нету Каких то Больших Шляп Нету Такое все Достаточно Стандартненькое На этом Проекте Но зато Можете Заметить Что на Большинстве Одежды Особенно Та Которая Под Знаком VIP Стоит Знак Этого Проекта То есть Значок Этого Проекта Хотя Никакой Брендированности Нету Но Тем не менее По очкам Я бы сказал Все что По Випу Какое то Наркоманское Некрасивые Синие Желтые Яркие Такие Цветом Очки Для Вип Ну Бог его знает Вообще Тут По Вип Принадлежностям Я бы Наверное Сказал Что Это Достаточно Амбициозно Для такого Проекта На котором В общем то Ничего Сугубо Такого Интересного Ты и не Увидишь Такой Достаточно Проходной Стандартный Проект Но Зато Вип Веских Весей Очень Очень Большое Количество Вип Здесь Просто Так Не дают По крайней Мере Мне Никто Ничего Не Предлагал Ну В общем то Шмотки Все Вы Сейчас Видите И виповские И не виповские Все Посмотреть Можно Мне Очень Понравилось Что В этих Магазинах Во всех Магазинах Есть Корзина Я Всегда Говорю Что Когда Есть Корзина Гораздо Удобнее Пользоваться Магазином Ну И Заканчиваем Со Шмотками И Переходим Магазин Лицензии По Лицензиям Здесь Все Достаточно Много Лицензии Я бы Так Сказал Лицензии Все Те Же Самые Ничего Тоже Удивительного Я Здесь Не Увидел Достаточно Стандартно Все Цены Вы Видите Набираем Обычный Набор То есть Это Категория Б Категория Цена Здесь Называется Категория Б И Лицензия Дальнобойщика Ну Такой Старенький Проект Поэтому Тут По Категориям Не разделено А По Что Меня Ждет Впереди Пока Я точно Уверен Что Впереди Нас Ждет Магазин Автомобилей К нему Мы Идем Проходя Мимо Того Здания Которое Я Назвал Неуместным А Неуместным Потому Что Стоит Оно Вплотную С Сараем В котором Продаются Лицензии И Вся Эта Композиция Выглядит Достаточно Нелепо Плюс К тому же Домик Никак Не Задействован Он Закрыт И Стоит Мертвым Грузом Поэтому Я Его И так И Назвал А Вот Осветительные Приборы В автосалоне Мне Порадовали На одном Из Проектов Я Показывал Что В таком же Месте В этом же Здании Стоит Автосалон Но Там В ночное Время Тебе Надо Включать Прибор Ночного Видения И В зеленых Тонах Рассматривать Автомобили Здесь Это Выполнено Вот Таким Вот Образом Мне Кажется Достаточно Приятно Даже Ночью Все Хорошо Видно Ну А Что Касаемо Транспорта То Ну В общем То Здесь Надо Сказать Что Когда Вы Качаете Этот Мод К нему Идет Зависимый Мод Который Включает В себя Пак С Машинами Но Вот Что За Машины В него Входят Я Так На самом Деле И Не Разобрался Ну Мы Видим Что Идет В перемешку И Виповские И Не Виповские Машины Как Я Уже И Говорил Что Ну Достаточно Амбициозно Для Подобного Проекта Включать С самого Начала Столько Много Виповских Виповского Транспорта Ну Да Конечно Никто Вас Не Заставляет Покупать Вип И Пользоваться Этим Транспортом Но Тем Не Менее Какой То Осадочек Это Оставляет В общем То Проект Особо Из себя Ничего Не Представляет Достаточно Новый А уже Столько Всяких Машин Вещей По Випке И Да Конечно Надо Каким То Образом Зарабатывать Но Вот Креативностью Здесь И Не Пахнет В общем То Все Сделано Достаточно Стандартно Есть Машины Которые Надо Покупать Только Владельцам Випа А есть Все Остальное Ну Вот Так Вот Здесь В общем То Сделано Не Знаю Я Как Мне Кажется Что Сначала Надо Завести Хороший Онлайн Чем То Удивить И Заманить Сюда Игроков И Уже Потом Когда У тебя Будет Стабильный Онлайн Хотя Бы 20 Человек Ежедневно Вводить Какие Вип Шмотки Вещи И Тому Подобное Ну А Вот Так Сразу Сначала Пугать Людей Вип Мое Мнение И Это Я Так Считаю Это Не Значит Что Так Оно Должно Быть Ну Весь Транспорт Вы В общем То Сейчас Посмотрели Двигаемся Дальше А Следующим По очереди У нас Идет Универмаг В котором Нам Надо Будет Купить Какие Инструменты Ну И Вообще Посмотреть Что За Ассортимент Опять Для Антуражности Стоит Какая Коробка Но Вот Коробка Выглядит Лучше Чем Развал Чем Ну Ладно Заходим Смотрим Ну И В общем То Здесь Все Стандартно Кроме Одной Какой То Фишечки Это Какая То Гарнитура Сейчас Мы Посмотрим Вот Она Видите Моделька Гарнитуры Летает Высоко Я Так Понимаю Что Это Какая Штуковина Одевается На ухо То ли Рацию Заменяет То ли Вот Не Разобрался Я К сожалению Хотел Купить Посмотреть Не Видел Я Такой Гарнитурки Ни На Одном Проекте Не Знаю Что Это Такое Забыл Действительно Забыл Просто Ее Купить И Посмотреть Что Она Из Себя Представляет Может Быть Это Какое Портативное Заменение Раций Но Хотя Раций Здесь Есть И Даже Два Вида Не Знаю Что Это За Гарнитурка Ну В Подергивается Да И В общем То Хрен С Ним Пусть Подергивается На Геймплей На Общую Картину Проекта Это Не Влияет Иду Я В Почтовую Службу И Вот Проходя Мимо Гаражей Увидел Вот Такой Вот Мостик Ну На самом Деле Страшная Штуковина И По ощущениям Что Вот Его Поставили Прямо В последний Момент Я Видел Много Мостов И Вот Такую Конструкцию Вижу Первый Раз Достаточно Страшненькая И Некрасивая Такая Неказистая Конструкция Ну И Я Продолжаю Свой Путь В Почтовую Службу И Вот Идя В Эту Почтовую Службу Я Поймал Себя На Том Что Я Не Могу Понять Зачем Ее Вынесли Так Далеко За Город Она Находится Почти Рядом С Добычей Меди Ну Чуть Чуть Ближе К Городу Ведь Это Первоначальная Работа Работа Которую Берет Себе Новичок У которого В общем-то Даже И транспорта Пока Нет У меня Например Нет Транспорта И мне Надо Туда Идти Пешком Вот Посмотрите Где Это Находится Вообще Обычно Стандартное Место Где Ставится Почтовая Служба Находится Вот Тут А Здесь Почему-то Решили Ее Перенести Вот Сюда Для Чего Это Сделано Бог Его Знает Ведь Даже Яблочный Сад На Вот Этих Стандартных Сборках И то Находится Ближе Потому Что Это Первоначальная Работа Работа Для Новичка У которого Может быть И транспорта Даже Нет И Вот Мне Например Пришлось На Эту Почтовую Службу Побегать Пять Раз Я Заходил На Этот Проект Пять Раз И Занимался Вот Этими Доставками Пять Раз Мне Приходилось Преодолевать Вот Это Расстояние И Да Можно Сказать Что Ну Ты Как Мне Написали Ты Не Пешком Бегаешь Но Это Время Понимаете Это Время Время И Надоедливость Я Считаю Что Это Просто Вот Такая Халатная Непродуманность Подобная Работа Должна Находиться Вообще Где Вковали Стоять Это Депо Почтовое Как На Многих Проектах На Том Например Иркутске На Том Том Трю Лайне Лайфе Извиняюсь Трю Лайф Там Это Продумано И Работа Для Новичков Находится В самом Городе Ему Бегать Никуда Не Надо А Здесь Вот Зачем То Вынесли Вот В Такую Даль Это Все Равно Что Вынести Например Магазин С рюкзаками С одеждой Тоже Куда Нибудь В поле Чтобы Человек Побегал Казалось Да Ничего Такого А вот Надоедает Вот Эта Ходьба Туда Сюда Но Зато Как Вы Можете Заметить Оформление Данной Почтовой Службы Совсем Из ряда Вон Выходящей Я бы Так Сказал Это Не Тот Стандартный Ангар Где Мы Заходим Переодеваемся Это Вынесено Вот На Такую Площадь И В общем То Пусть Это Не Какое Оригинальное Решение Но Это Прикольно Это Ново Это Необычно Я бы Так Сказал Далее Мы Взаимодействуем С табличкой Попадаем В этот Ангар И Здесь Мы Выбираем Себе Форму Форма Как Видите У них Тоже Своя Алиэкспресс Но Вот К форме У меня Тоже Есть Какие Претензии Ну Что Вот Это Такое Какая Это Пожеванная Некрасивая Вообще Несочетаемая Отвратительная Форма Конечно Жесть Ну Ладно Нам Не Выбирать В общем То Одеваем То Что Одеваем И Берем Машину А Вот По Машине Вопросов Нет Машина И Модель Хорошая Мерседес И Красивая Моделька И Раскрашена Приятно По Машине Вообще Вопросов Как снаружи Так В общем То И Внутри Подобную Почтовую Службу Я хвалил Еще На Проекте Тиранос Там Тоже Подошли К этому Так Сказать С любовью Что Ли Раскрасили Машинку В приятные Цвета Дали И Хорошие Характеристики В общем То Здесь Повторили То же Самое И Машинку Поменяли Это Слава Тебе Господи Не Стандартный Грузовичок Это Не Там ЮПС Или Еще Какие Распространенные Машинки Это Вот Такая Машинка И Эту Машинку Также Наделили Достаточно Приятными Характеристиками Так Например Она Выжимает 270 По Трассе Ну И Да Конечно Надо Сказать Что Это Все Тот Самый Старый Почтовый Мод В котором Мы Выбираем Первую Двадцатую Точку И Начинаем Фармить Денюжки Но Согласитесь Это Не Стандартная Раскраска И Хоть Как То Маломальски Но Глаз Радуется И Более Менее Приятно И Интересно Ездить Потому Что Другого То Выбора У нас Все Равно Нету Это Не Родост На Котором Вам Представляется 8 Первоначальных Профессий Это Обычная Старая Сборочка На Которая Эта Работа Присутствует И Эта Работа Единственная Для Новичка Для Начинающего Ну Ладно Мы С вами Отправляемся С первой По Двадцатую Точку Ну И По Пути Будем Заезжать И Смотреть Что Здесь Есть Интересного Ну Давайте Ехать Дальше Ну А Дальше Как И Положено Нас Встречает Памятник Древности Этой Сборки Пост Полицейский Пост Который Вот Огражден Заборами Забор Кстати Раскрашен Как видите Не серый Убогий Хотя бы Но Все равно Вышки Заборы И он Стоит Вот На этом Перекрестке Я кстати Вспомнил Сейчас Что Вот Когда-то На первых Сборках Родоса У них То же Самое Было Вот Такой Памятник Анахронизму И еще Плюс К тому Стоял Забор Огромный Забор От Горы До Горы Чтобы Не Проезжали Мимо Чтобы Не Было Возможности Вообще Проехать Мимо Этого Поста Но С Течением Времени Родос Перерос Этот Момент И Теперь У них Не в Кавале У них Столица Называется Родос Там Стоит Обычный Гражданский Полицейский Участок Но Здесь Еще По-прежнему Это Вот В таком Зачаточном Виде Ну А я Работая На этой Службе Проехав Весь Остров От Кавалы До Двадцатой Точки Ничего Интересненького Так и Не увидел Единственное Что могу Отметить Нету Ни одного Радара Во всей Карте Убраны Все Радары И возле Аэропорта И С Кавалы Отовсюду Радары Убраны Ну И если Помните Я Обещал Вам Показать Анимацию Ботов Посмотрите На него Он Не стоит На месте Не шевелит Головой Руками Он Ходит Это Магазин Авиационной Техники Выполнен Вот так Бот Не стоит Просто так Мотая Головой Он Ходит Туда Сюда Я Это Вижу Первый Раз Даже На Проекте Трюлайф Где У каждого Бота Было Своё Имя И Тоже Приятная Красивая Анимация Но Там Они Стояли На месте А этот Ходит Реально Ходит Серьезно Я Вижу Это Первый Раз Ну А вот Что Касаемо Самого Содержания Этого Магазина Сборочка Из Стандартных Вертолетиков Ничего Интересного И Универсального Нету Как Например Я Показывал Иркутск 38 Вот По этой Ссылочке Можете Посмотреть Обзор Сколько Летной Техники Там Ну И Здесь И Ещё Почему Для Вип Игроков Отдельно Стоит Самолёт Который Например Мне И даром Не нужен Не говоря Уж По Вип Ну Вот Такой Летный Транспорт На этом Проекте Как я и сказал Ну Не удивляет Не удивляет Ну А я же Ещё Покатавшись Ну Достаточно Много Покатавшись По этому Проекту По Этому И По этой Карте Как видите Приехал В магазин Для Грузовиков И Вот тут У меня Сразу Опять Вопрос К Разработчику Этого Проекта Здесь Не хватает Банкомата Всегда Ходя По Магазинам И В основном Вот К этому Магазину У меня Есть Претензии Я всегда Говорю Что этот Магазин Стоит На Огромном Отдалении От Города Ну Все Знаете Где Находится Стандартной Сборки Магазин Грузовиков Так Как видите Здесь Нет Банкомата Без Наличного Расчета На Этом Проекте Тоже Нету Ходя По Проектам Я Всегда Говорю Спасибо Разработчику Что Поставил Здесь Банкомат Это Здорово Упрощает Жизнь Игроку Были Такие Проекты Как Новус Или Эволюшн Где Не хотели Тоже Заморачиваться С банкоматами Но там Ввели Карту Безналичной Оплаты И все То есть Ты мог Оплачивать В любом Магазине С карты Тебе Не нужен Банкомат Здесь же Нет Ни карты И Как видите Нет Банкомата Опять Беготня Опять Та самая Халатная Непродуманность Ну А транспорт Вы сейчас Видите Опять По транспорту Удивить Нечем Разве Что Меня Развеселила Вот эта Вот машинка Дурацкая Машинка Я вам скажу Если честно Она и Выполнена Как видите Некрасиво И по Управляемости Она тоже Надо сказать Отстойна Называется Эта машинка МТВР Это Военный Автомобиль Соединенных Штатов Америки Переводится Эта аббревиатура Вот таким Вот образом Это Английское Название Этой компании Ну А вот И Перевод Как переводится Название Этого Автомобиля Здесь Он представлен На нескольких Вариантах Сейчас Мы это Все увидим Я Для обзора Естественно Его куплю Потому что Это единственная Машина Которую Здесь Можно Показать Ну Вот В Пожалуйста В тентовом Варианте Тот же Самый МТВР А так В основном Это Все Сток Сток И Сток Единственное Наверное Что могу Еще Добавить Или Прокомментировать К содержаемому Этого Магазина Это то Что все Грузовики Представленные Здесь Мало Что Сток 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 Стандарт Но Они Еще И Очень Тихоход Единственная Машинка Которая Как-то Выделяется Это Вот Это Но Эта Моделька Как вы Видите Даже И Не Дорисована До Конца Это Какая-то Видимо Буровая Установка Она Для Випа Естественно Судя По Всему Это Машинка Для Быстрой Добычи Нефти В общем То И Все Вот Она Порадоваться Нечем Ну Что Ж Покупаем MTVR И Следуем Дальше Ну Вот Таким Вот Образом Выглядит Это Чудо Зарубежной Техники Надо Сказать Что И В жизни Этот Автомобиль Выглядит Не Лучше Хотя Здесь И По Текстурам Моделька Сделана Конечно Так Сказать Ну Отвратительно Будем Честно Машинка Отвратительная Ну Как Я Сказал Можете Это Сейчас Видеть И В Жизни Этот Автомобиль Тоже Не Отличается Какой То Особой Эстетикой Или Красотой Ну А Внутри Этот Аппарат Как Вы Можете Заметить Выполнен В общем То Так же Как И Снаружи Размазанные Текстурки Ну И В целом Такой Такой Себе Аппаратик Приборная Панель Вообще Это Целая Отдельная Песня На Приборах Есть Стрелки Но Эти Стрелки Живут Абсолютно Своей Какой То Независимой Жизнью Как Видите Спидометр Уже Показывает На месте Почти 45 миль А Тахометр Все Время Показывает Две С Не Рекомендовал Никому Тратиться На Этот Автомобиль Изрядно Намучившись С Этим Автомобилем Я Вернулся Обрат В Магазин Чтобы Поменять Транспорт Ну Действительно Невозможная Машинка Я Даже Не Стал Снимать Я Поехал За Лесом Он Едет Очень Медленно Очень Корявое Управление В общем Я Вернулся Обрат В Магазин Чтобы Поменять Транспорт И У меня Встал Выбор Между Темпестом Или Уралом Я Выбрал Темпест Нефтевоз Но Лучше Бо Я Взял Урал Как Я Уже И Говорил На Этом Проекте Все Машины Очень Медленные Тот Темпест В лучшем Случа Выжимает 90 Ну Это Видно И По Характеристикам Чего Рассказывать Про Эту Машину Даже И Не Буду Все Ее На Карте Что Мне Пришлось Преодолеть Здесь Сбор Нефтяных Продуктов Идет В 4 Этапа Они Сейчас Отображены На Карте Точка Сбора Точка Первичной Обработки Вторичной Обработки Точка Продажи Продавать Можно Как У Продавца Так И На Заправках Я Выбрал Вариант Заправками Ну А Те Точки Которые Мне Надо Посетить Вы Видите Слава Богу Что Характеристиками Но Очень Тяжело Они Действительно Все Машины Очень Тихоходные Я Лучше Наверное Предпочел Урал Несмотря На То Что Он По Вместительности Меньше Чем Темпест Как Можете Заметить Скорость Передвижения По Проселочным Дорогам Составляет Примерно 70 Км На Трассе 90 Но Это С учетом Если Нет Горок Если Есть Горки Скорость Падает До 40 Км Час Вот С Такой Скоростью Приходится Передвигаться По Карте Очень Тихоходный Транспорт Ну А Сама Точка Добычи Нефти Как Видите Не Лишина Как Дизайнер Решений Хотя Я Б Конечно Несмотря На Эпичность Огромная Техника Это Видимо С Карты Тонова Все Таки Поставил Не Один Этот Эскаватор А Несколько И Может Уныленко Он Стоит Один Вдалеке Причем Сейчас Он От Меня На Приличном Расстоянии Ну А Как Происходит Сбор Ресурсов Вы Сейчас Видите Это Такая Стандартная Сборочка Сначала Калашматим Потом Подходим И Собираем Заметьте Скорость Сбора Достаточно Высокая У У Меня Нет Никакой Ни Витки Ничего Скорость Приличная Для Сбора Ресурсов Но Проект Все таки Лишен Автоматики Автоматизации Все приходится Делать Своими Ручками То есть Нажимаем Пробел Собираем И Калашматим Мышкой Чтобы Он Начал Работать Киркой Вот Такой Вот Здесь Сбор Ресурсов Ну А На Калашмате В полную Машину А Она В 700 Слотов Отправляемся На Следующую Точку Это Первичная Обработка Нефти Сама Точка Переработки Находится В таком Стоковом Месте Но Это Заводик Такой Все его Наверное Прекрасно Знаете В общем По Антуражности На точках У меня Тоже Претензий Нет Здесь Все Точки Переработки Добычи Хоть как Мало-мальски Но Переделаны Есть Что-то Добавленное Что-то Интересненькое Сама Скорость Переработки Сейчас Перед Вашими Глазами В момент Переработки У вас Идет Некий Опыт Он Сейчас Отмечается В правом Верхнем Углу Прокачивается Достаточно Быстро Не могу Сказать Что Нет У меня К этому Никаких Претензий Поначалу Мне показалось Что Скорость Переработки Достаточно Медленная Но Это Я Сейчас Уже Понимаю Когда Пересматриваю Материал Что Это Было Навеяно Медленной Скоростью Грузовика Машина Едет Медленно И Поэтому Мне Кажется И У меня Был Геолог Пятого Уровня Эта Прокачка Дает Только Прибавку К Конечному Результату То есть Когда Мы Будем Продавать У меня Будет На 5% Дороже Чем У Новичка Вот И Все На Скорость Переработки Это Никак Не Влияет Кстати Очень Интересно Выполнен Планшет Если Вы Успели Заметить Иконки Планшета Цветные И Переработанные Дальше Шла Еще Одна Точка Переработки Но Я Даже Не Стал Снимать Потому Что Там Все То Самое Только Меняется Место Потом У вас Есть Выбор Ехать Продавать Топливо Скупщику Или На Заправку Мы Выбрали На Заправку И Вот Тут Немножко Я Не Разобрался Как Это Все Дело Работает И Что Вот Это За Табличка Что Это За Цифры Пришлось Проверять Через Планшет Продал Я Или Нет Не Очень Понятно Как Взаимодействовать С колонкой И Почему То У Меня В Машине Осталось Еще 19 Единиц Нефти И И И Мне Никак Было Не Продать Ни Скупщику Ни Сюда На Колонку Пришлось Просто Их Выкинуть И Вот Эти Цифры Которые Сейчас На Экране Миллион Семьсот Е Плюс 206 Хрен Знать Что Это Такое А Вот Это То Что Осталось В Машине Не Продается Ни Через Рюкзак Ни Через Машину Причем Нельзя Их Продать Даже Скупщику Остаток Никуда Вообще Не Продается Не Знаю Что Это Забак Такой И Вот У Человека Который Приехал Со мной То же Самое Остаток Который Остался В Скупщику Там То Самое Что То Забак У Нас Я Не Знаю В Чем Здесь Причина Но Несмотря На Эти Косяки С Табличками Непонятными Ценами И Непродаваем Ресурсами В целом Экономика Мне Понравилась Она Не Такая Простая Но И Не Такая Сложная В В Чем То Заработать На Такой Вертолетик Мне Удалось Достаточно Быстро Вертолетик Самый Дешевый Но Для Того Чтобы Полетать И Посмотреть Какие Здесь Еще Есть Красоты Мне Хватило И В В Чем То По Карте По Самой У меня Никаких Претензий Нет Как Вы Видите Точки Добычи Переработки Продажи Они Все Выполнены Таком Приятном Стиле Везде Что То Добавлено Стоят Какие Модели Техники В Целом Нечего Показывать На Этой Карте Кроме Вот Этих Точек Но Точечки Они Да Они Интересно Сделаны Они Красивые Они Не Скучные Так Больше Объектов Никаких Интересных Я Не Нашел Еще Есть Одно Замечание У меня По Поводу Гаража Авиационной Техники В Кавале Гараж Авиационной Техники Есть Но Заправки На нем Нет Прилетаешь А Топливо Купить Нет Возможно Опять Опять Та самая Халатная Непродуманность Разработчика Ставишь Гараж Поставь Там Банкомат И поставь Там Заправку Ну По моему Очевидные Вещи Ну А в целом Больше Показывать Здесь Нечего Каких Более Менее Уникальных Или Интересных Объектов На этой Карте Нету Есть Один Объект Который Меня Больше Посмешил Чем Порадовал Это ОПГ Солнцев Вот Бази На которой Стоит Кусок Завода Кусок Ангара Какое-то Строение Ну Конечно же Куда же Без вышки Вышка Всегда Нужна Она Должна Стоять Это Как Уже Какая-то Архитектурная Штуковина Которую Без которой Ну Ни одна ОПГ Обойтись Не может Ну В общем Вот такой Вот Объект По моему Он достался Вместе С этой Карты Этому Проекту Потому Что Ну Я спрашивал Здесь Что за Солнцевские Никто Понятия Не имеет Народу Пока Еще Мало На Проекте Но Никто Не знает Что Это За Организация Такая И Я Их Не встречал По крайней мере Пока Я здесь Играл Ну Вот Они Находятся В таком Объекте Который Ну Совсем Не Похож На Место Сборище Организованной Преступной Группировки Более Смешную Я видел Только Итальянскую Мафию Которая Располагалась В чем То Похожем Но Там Была Вообще База Похожа Просто На Хорошо Охраняемую Свалку Ну В общем То Наверное На этом И будем Заканчивать Больше Здесь Мне Показать И рассказать Вам Нечего Такой Вот Проект Достаточно Скудный Я бы Сказал Очень И Очень Такой Наверное Стандартный Во многом Клишированный И Несмотря На То Что Проект Новый Выглядит Он Как Очень Очень Старый Ну Не Знаю В общем То Дело Выбора Каждого Кому То Нравится Что То Новое Что То Кому То Нравится Более Классическое Наверное Выбирать И Решать Вам Так Что Если Кому То Понравился Этот Обзор Этот Проект Заходите Играйте Он Открыт Он Доступен Для Каждого Он Ищет Своих Игроков Заходите Играйте Получайте Удовольствие Ну А у Меня На Этом Все Спасибо Всем Кто Посмотрел И Всего Вам Доброго